это канал жирный голубь если вы не подписаны то подпишитесь сегодня у нас обзор android go чтобы не задерживаться да я обещал сегодня сделать обзор android go надо выполнять то что я обещал даже если график видео и неправильные последовательность неправильные у роликов да то есть вот этот обзор короны вот эта корона у меня уже в пяти роликах вот эта пробка обзор короны еще не вышел вот ну ну чё такое да я вот не люблю когда последствий нарушается да непонятно просто я видел некоторых дело отсылки на прошлом ну короче android go давайте включать его вот короче android go все просто вот видите вот этот атом да а там не просто так и это единственный фон который встроен то есть устроена одна мелодия один звук для sms и уведомлений и одна картинка вот все минимализме выдержаны ну вот короче отличия в общем то нужны нам показать от обычного андроида блин я что-то уже не то дело пусть я смотрю в камеру а пальцем вожу мне уже наизусть помню что надо делать вот тут главная суть в приложениях я это докажу смотрите видите приложение это приложение гу он ведь их майл но в майл не просто смайл азмайл гу мапс гу ассистент гу и гугл гу вот youtube обычные google chrome обычный правда но там такие тяжелые мамонты эти ютубы и google chrome и что никак не убрать да очень показываю пример вот включаешь play market и смотришь сколько эти периоду приложений весят вот смотрите для android go приложение весят очень мало это специальные его приложения да вот кроме pdf reader он зараза всегда тяжелый от adobe они как говно всякое делают фигачат короче приложение мы весят очень мало опера 8 мегабайт какой-то блокнот килобайты тик ток light 11 мегабайт aliexpress тяжелый конечно но все остальное смотрите она по сути весит 20 мегабайт практически всегда и это офигенно даже меньше даже меньше главе ятор погода до висит мало то есть все приложения практически весят 20 мегабайт это в то время когда для обычного android они весят 60 вот ранее установлены смотрите вот как бы да но тут и так небольшие а вот приложение необычные не для голода вот смотрите ведь сразу сразу они весят много да вот как то так вот рекомендуемые рекомендуемые тоже не для гол и соответственно видите да какие они крупные до в основном для конечно всякой вот мелочевка и шана мелкой но вот для android ахова приложение они очень небольшие вот и это офигенно давайте посмотрим еще список гоу приложений вот вот тащим то тащим то они простые все как бы да тут всякий хлам до основном но суть то в чем вот в этом то есть в том что она блин приложение меньше весит но android go отличается не только приложение менюшками и значками видите все значки не закругленные как сейчас да они квадратные то есть на всем экономится да вот анимация простая давить все до тащим ты вот менюшка простая до смайла невозможно невозможно смайл кстати отсюда удалить вам всегда тут будет бегать до со своим давлением да вот это гмайл он всегда он даже прочитанные письма тут показывает 5 штук все равно вот это вот android go я считаю недостатком в android go а в остальном несмотря на аккумулятор у этого и дигмы в 1200 миллиампер за ночь он зарядился только на 8 процентов не за ночь даже за сутки да то есть я его зарядил вчера в 12 часов и потом отключил от зарядки и он за сутки 8 процентов но 8 а если программа будет работа на 10 процентов он вы же до в режиме ожидания это для современного телефона достаточно мало по сути свои вот менюшка наверху и все менюшки 3 тут она простая вот эта менюшка видите простая и не сложная вот все все максимум мало всего да вот тут значки базовые до квадрат никакие уж говорил значках тоже сэкономлено и вот такая вот менюшка до примитивные и минимальный набор софта и за это конечно респект вот этим не android go нравится что тут минимальный набор софта и весь софт легкий то есть это хороший минимализм да разочаровывает конечно экран но это аппаратная часть телефона да разочаровывает конечно еще работа камеры не знаю глюк это это скорее не глюк дигмы самой как таковой это глюк android go что камера записывает видео вот здесь вот через одно место короче вот простой файловый менеджер смотрите да у меня файлов правда никаких нету все просто но при этом красиво да есть кстати такая вот оболочка для линукса она называется xvse да там тоже на минимализм все и на старые вот и на непроизводительные компьютеры рассчитано но при том она современная и там тоже вот такой же вот используется минимализм вот и значки даже прям такие же и это прикольно по-настоящему да и вот android go мне нравится да если мне не потребовалось записывать какое-нибудь видео да и все такое прочее если бы я часто не сидел в интернете я бы взял такое на оставил бы его себе и был бы доволен да но с камерой как я говорил жопа и сейчас мы это докажем короче сейчас я выключаюсь и включусь уже запись вот этого телефона тест дигму с к камерой то есть я поменяю телефон и местами запишу redmi на дигму и мы посмотрим разницу android go лайчонок короче 7 из 7 из 5 до вы может даже 8 из пяти как говорил у звенок короче господа вы ощущаете какой здесь звук я пока не знаю я не вставил флешку так что похоже у нас мало времени у нас мало кадров вот записывает да и я нашел короче недостаток минимализма у камеры в android go нет настроек вообще то есть можно только переключить режим и все до фпс грустно да android go грустный фпс 10 по мне по моему мнению вот этот фпс смотрите я вот кручу руками по крайней мере на видео искатели это 10 короче настроек камеры нету выбрать нельзя не разрешение ничего вообще ничего нельзя выбрать включаем рэдмич куда на которую обычно записываю даем как же тормозит да вот это все и камера неверно передает цвета на подчета скашивает какие-то синие оценки в синие оттенки да вы видали значок контакта помните что он голубой такой да и значок телеграмму тоже вы помните какой зеленый вот этот вот за обозначение да сейчас день сейчас ярко тут очень ярко вот в темноте или в естественном освещении в квартире да не на подоконнике то есть в этой камере вообще ничего не будет видно да вообще вот видите какие анимации да ведь какие тут менюшки всякие да всякие менюшки всякие закругления всякие свистелки перделки тут тут вот в этом телефоне мощные графические ускорители да все такое прочее крутые вот полноценные программы короче система сама весит 8 гигабайт тут 4 до в рэдме система весит 8 гигабайт и 8 свободной встроенной памяти но тут понятно тут полноценные программы используют еще они кешь конечно же сыплет кешем на основной этот носитель до вред мечки так что ничего и не экономится да пушу браузер сыплет сах 300 мегабайт кеш ватсап уже 600 мегабайт и сам ватсап самый браузер да соответственно уже гигабайт только две программы это уже гигабайт это офигеть вот а всякая бурда да и остается от 16 гигабайт ничего практически да пусть все программы они жирные что-то хотят и еще обновляются притом заразы притом те что обновляют системные они остаются в двух копиях вообще это офигеть конечно да вот рэдмичка предмечка другое дело да вот я конечно не тоже сказать не сказать что ошибка доволен да но все телефоны шоу рэдмички шоу все прочие да неважно какой телефон и сколько денег ты купил уж и технические проблемы всякие недостатки у тебя будет все равно вот и крайне глупо покупать что-то вообще дорогое дед где-то тысячи шестьдесят да и потом натыкаться на какие-то грюки недостатки да если бы их там не было тогда конечно телефоны за 60 тысяч имели бы место быть а так вот за 100 долларов телефоны за 100 за 120 на 140 вот это как бы и нормально да будет то же самое что и в крутых да просто без некоторых функционалов тем про не нужен инфоцессе не пользуешься банковскими карточками и плачешь через очередь на все через киеве да вот тебе не нужно например какой-нибудь там еще дичь да какой-нибудь bluetooth современный если ты не пользуешься блютузом тень нужен 5 камер когда снимается все равно 1 вот и все такое прочее да так что я все-таки за минимализм да мне конечно нравится плавные вот эти анимации вот видите как она работает но все-таки я хотел бы конечно минимальную систему и поэтому я перешел на debian до debian перешел там я всего ставлю 5 программ для видеомонтажа браузеры эмуляторы для игр до на персональном компьютере и я доволен до обзор на debian если надо будет а а я думаю будет вообще потому что debian это хорошо вон елочкой видите елочкой тоже хорошо debian как бы да мне нравится потому что многие говорят что там старые программы нет они протестированы они не старые они как раз протестированы там все работает ничего никогда не вылетает то есть у меня со времен установки да уже полторы недели ничего не вылетела ни одна хрень вот короче такие дела так что я боюсь что памяти не хватит и видео сейчас оборвется ташу тушите господа свет вы поняли да он накануна тему камеры вы поняли на тему софта и минимализма в общем-то поняли да цветопередача конечно пиздец да поскольку то что синий она камера видится голубым тоже темные камеры показывает его в этой штуковине как и вообще черные или зеленые вот а если ты снимаешь темноте вот темноту какую-то делаешь например то все скатывается в нуар в нуар вообще то есть все становится в этой камеры черно-белом я не знаю почему так вот короче какие то вот в android go устроенные пока еще и за глюки от минимализма от того что эти камеры не камера хороша камера стандартный тут стандартные камеры поставлены да как и везде это глюки самого android house работы с камерами да вот но они без этого кстати кнопка настроек есть в камере но она вообще не активно и не работает то есть кнопка настроек переключает всего-то там эту самую камеру да а вы господа пока тушите свет в общем чего рассказывать сегодня уже рассказано достаточно